Любого жителя нашей страны, имеющего распространенную фамилию, может настигнуть расплата по чужим долгам. Закон, призванный защитить добросовестных плательщиков, работает не в полную силу. Федеральный реестр полных тезок, который собирались создать в службе судебных приставов, так и не заработал. Поэтому пострадавших по вине однофамильцев-неплательщиков меньше не становится. Счета, счета, счета. За квартиру, за машину, а тут еще и чужие долги оплачивать. Несколько лет Александр Иванов испытывает различные неудобства из-за долгов своего полного тезки, жителя Тюменской области. Помимо инициалов, у двойника такая же дата рождения. Совпадает все – число, месяц и год. Впервые это обнаружил в 2017 году при получении полиса ОМС. Александру Сергеевичу сообщили, что якобы он его уже получил, только в Тюмени. Спустя два года пришлось потрудиться, чтобы продать машину. А из-за того, что у тезки есть своя жилплощадь, чуть не отказали в получении субсидии по программе «Молодая семья». И это еще не все. Судебные приставы стали арестовывать банковские счета и списывать с них средства. Долгов у тезки набралось на сумму свыше 30 тысяч. И этот хвост продолжает расти. Я побежал быстро в банк, написал заявление, что списание средств было ошибочное. Опять же, предоставил свои документы. Зашел на сайт судебных приставов, предоставил выписку о списке долгов на человека в Тюмени. А я нахожусь здесь, вот мои документы. Мне самому лично непонятно, почему такая ошибка происходит. У нас совершенно разные номера СНИЛС, ИНН, серия номер паспорта. В данной ситуации можно составить письменное обращение в банк или кредитную организацию и в службу судебных приставов. Не так давно появился еще один действенный метод. В нашем управлении работает телефон горячей линии. Это номер телефона 3062-36, по которому вы можете обратиться в рабочие дни. Вам необходимо будет предоставить судебному приставу исполнителю копии своего паспорта ИНН с НИЛС. После того, как пристав убедится, что вы не должник по исполнительному производству, он примет меры по снятию запретов и в случае, если было списание денежных средств, он вернет эти денежные средства. В случае неудачи остается подать исковое заявление в суд. Исключить подобные ситуации, я думаю, могло бы позволить расширение списка идентификаторов должника. Например, если бы в судебном приказе изначально обязательно указывался либо СНИЛС, либо ИНН, либо это серия и номер документов удостоверяющего личность гражданина, то подобные ситуации они бы исключились бы. Такой закон действительно в Российской Федерации, он был принят еще в конце 2018 года, но пока его действия в части именно как раз-таки положений, обязательности указания одного из вот этих вот вышеперечисленных мной идентификаторов приостановлены пока до 1 января 2022 года. По мнению юриста, пока проблема не решится на законодательном уровне, добросовестные налогоплательщики могут и в последующем сталкиваться с подобными проблемами. Екатерина Шиверова, Георгий Кривошейн, Дмитрий Салманов, Андрей Шоклев, Республика.